Поворотный момент для процесса Брексита. До недавнего времени срок выхода Великобритании из Европейского Союза был намечен на 29 марта. Однако теперь премьер-министр Тереза Мэй предоставила законодателям шанс отложить Брексит в случае, если в следующем месяце они снова отклонят её сделку с Брюсселем. Однако она предупредила, что отсрочка может быть делом только нескольких месяцев. «Продление за конец июня будет означать, что Великобритания примет участие в выборах в Европейский парламент, что подумает более 17 миллионов человек, которые около трёх лет назад проголосовали за выход из ЕС. И палата должна понимать, что небольшое продление, не до конца июня или больше. Определённо должно быть одноразовым». Кроме того, 12 марта законодатели также смогут проголосовать за выход Великобритании вообще без соглашения с Брюсселем. Лидер оппозиции Джереми Корбин сказал, что даже если договор утвердят, его также необходимо вынести на всеобщее одобрение. «Провалившийся договор премьер-министра не даёт определённости и гарантий для будущего. Палата его отклонила преобладающим большинством». Теперь возможные сценарии варьируются от выхода из блока без соглашения до договора, заключённого в последнюю минуту. Ещё один вариант – новый референдум. Однако в этом случае, как говорит Тереза Мэй, голосование ещё больше усилит разногласия в обществе или даже приведёт к полной отмене Брексита. Соединённые Штаты снова призвали правительство других стран и компании не использовать оборудование китайского телекоммуникационного гиганта Huawei из соображений безопасности. Компания по всему миру участвует в разработке мобильных сетей 5G. Однако Вашингтон недавно обвинил её в том, что та сотрудничает с коммунистическими властями КНР и ведёт для них шпионаж. Призыв США прозвучал на пресс-конференции на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. Соединённые Штаты призывают другие правительства и частный сектор учесть угрозу, которую представляет Huawei и другие китайские компании в области информационных технологий. США уже запретили использовать оборудование Huawei во всех правительственных учреждениях. Теперь они решили обратиться к правительствам и телекоммуникационным операторам на крупнейшей в мире специализированной выставки. «Стоит перечитать отчёт о Huawei, который подготовило Соединённое Королевство. В нём сказано, что страна не уверена в своей способности обнаружить, есть ли какие-то реальные угрозы в оборудовании Huawei, которое она тестирует. В частности, то оборудование, которое проверяли в лабораториях, отличается от того, которое компания фактически поставляет». Так, в США сети 5G в основном будут разрабатывать компании Ericsson и Nokia. Европейские правительства пока только раздумывают, запрещать ли оборудование Huawei. Между тем, на самом мобильном конгрессе технологии 5G тоже в центре внимания – наряду с виртуальной реальностью и искусственным интеллектом. Так, корейская компания Taruk представила робота Leekoo с сенсорами, микрофонами и 3D-камерами. Он умеет осознавать среду и даже определять настроение своего хозяина. Также посетителей угощает кофе роботизированная рука. Заказы можно делать через мобильное приложение либо голосом. Робот также использует искусственный интеллект. До 50 возросло число погибших после начала сезона дождей в Перу. Ливни вызывают наводнения и оползни. Две последние жертвы из города Уанка-Велика. Их накрыло оползни. Тяжёлая ситуация сложилась в северных и центральных прибрежных регионах страны. «Не могу перебраться на ту сторону, овраг затоплен». Повреждены мосты и другие объекты инфраструктуры. Пострадали и здания школ. Наводнения нарушили привычный уклад жизни тысяч перуанских семей. Многие призывают власти оказать помощь. Правительство направило в пострадавшие регионы продукты питания и питьевую воду. Некоторые говорят, что этого недостаточно. «Я призываю президента Мартина Вискару приехать сюда и выслушать нас. Пожалуйста, в первую очередь, постройте мост через овраг Сан-Франциско». В качестве причины столь обильных осадков метеорологи называют природный феномен Эль-Ниньо. На днях они выпустили официальный доклад с его исследованием. Согласно прогнозам, в марте осадков может выпасть даже ещё больше, что принесёт ещё больше разрушений. Власти Зимбабве столкнулись с нехваткой общественного доверия к новой валюте. С 2009 года после периода гиперинфляции в стране для расчётов использовали доллары США, южноафриканский рант, а также цифровую валюту, привязанную к доллару в соотношении один к одному. Недавно власти признали, что электронная валюта обесценилась. После этого президент Эмерсон Нангагва ввёл новую валюту – доллар Реалтайм Гросс Сэттлмент, RTGS, не привязанный к доллару США. Экономисты поприветствовали такой шаг. Однако они сомневаются, что власти смогут обеспечить фискальную дисциплину, придерживаться обещания сократить дефицит бюджета и сдерживать инфляцию. Готфри Чинани продаёт автозапчасти в Хараре. Он беспокоится, что клиенты больше не смогут позволить себе покупать его товары. «Сегодня люди получают зарплату в RTGS. И когда мы обмениваем их на ранды и доллары США, ничего не остаётся. Это плохо, поскольку у людей стало меньше дохода». В 2000-е годы в стране начался тяжелейший экономический кризис. Госдолг превысил 130% ВВП, а инфляция – 230 миллионов процентов. В то время зимбабвийцы, чтобы купить хлеба, должны были носить деньги в мешках. Сегодня ситуация иная, однако нехватка физической валюты приводит к огромным очередям в банке, где люди за раз могут снять не более 30 долларов. Выстраиваются очереди и к автозаправкам из-за нехватки топлива. В центре Бреста строители обнаружили массовое захоронение евреев, убитых немецкими нацистами. Теперь в котловане, вырытом под фундамент, ведут раскопки белорусские военные. Они уже извлекли останки 730 человек. Солдаты находят и личные вещи убитых. По словам командира поискового отряда, тела захоронены в двух ямах размером 20 метров на четыре. И в одной яме, например, четко видно пулевое отверстие в районе затылка. То есть, уверенно можно сказать, что расстреляны были в затылок. В другой же яме там все набросано в кучу, то есть, не определись. Черепа раздроблены, поломаны, пулевых отверстий не видно. То есть, непонятно. Сколько еще останков захоронено в этом месте, представить пока трудно. Мы хотим сделать так, чтобы на этой территории уже не было никаких могил. Чтобы здесь до последнего останка были подняты люди, перезахоронены, и они были на кладбище. Немецкие войска захватили Брест в первый день войны. Через полгода они создали Брестское гетто. Просуществовало оно до октября 1942-го. За три дня нацисты убили всех узников. Но и до этой расправы они убивали их сотнями. В общей сложности в Бресте погибло 34 тысячи евреев. Брест – это вообще сплошное гетто. Вы представьте себе, что ни один, теоретически, скажем, ни один еврей не уцелел из тех, кто на момент, на 22 июня 1941 года остался в Бресте. После раскопок в Котловане военные планируют вскрыть проходящую рядом асфальтовую дорогу, чтобы проверить, есть ли еще массовые захоронения. Это Патер Ностр – небольшой рыбацкий городок на западном побережье ЮАР. Почти у самого океана расположился ресторанчик, который специализируется на местной кухне. Блюда делают из овощей, плодов, съедобных растений и морепродуктов. А недавно заведение получило премию World Restaurant Awards 2019 как лучший ресторан мира. Управляет им шеф-повар и бывший журналист Кобус Вандер Мерве. «Есть рестораны, которым мы буквально поклоняемся. И трудно поверить, что нас рассматривали в числе знаменитых, хорошо известных в мире ресторанов». В ресторане готовят простые блюда по рецептам коренных народов. Главная задача – дать почувствовать настоящий вкус местных продуктов. Поэтому они проходят минимальную обработку. Ресторан рассчитан на 20 гостей. Обед длится два с половиной часа. Обойдётся он примерно в 60 долларов. «Думаю, еда восхитительная. И все продукты местного происхождения. Я считаю прекрасным то, что в таком месте, как Паттер Ностер, работает ресторан, который назвали лучшим в мире. Это изумительно». Городок Паттер Ностер находится всего в 145 километрах от Кейптауна. Но без предварительной записи приезжать в ресторан не стоит. На следующие три месяца все места здесь забронированы. Двуханских кондоров выпустили в дикую природу в боливийском национальном парке Тунари. Птицы несколько дней лечились в ветеринарной клинике. Их нашли недалеко от города Татора. У кондоров были признаки отравления. «Есть подтверждение того, что они съели какое-то отравленное животное. Это повредило их здоровью. Команда зоологов вылечила этих символических птиц. И теперь их можно отпускать на волю». Птицам примерно по три-четыре года. Выпускают в дикую природу их в горной местности на высоте 4000 метров над уровнем моря. Антские кондоры занесены в Красную книгу. Их вот-вот могут причислить к видам, находящимся под угрозой исчезновения. Эти птицы живут до 50 лет, в неволе до 75. Размножаются они раз в два года. О птенцах заботятся оба родителя, и те живут с ним до появления нового потомства. Антский кондор – один из символов Боливии. Индейцы обожествляли этих птиц и уже 4500 лет назад высекали их наскальные изображения. Сейчас в дикой природе насчитывается несколько тысяч антских кондоров. Но специалисты по-прежнему разводят их и в неволе, чтобы увеличить популяцию. Сказочные морские существа, лодка викингов и другие фигуры словно вынырнули из белых сугробов. На Черноморском курорте Красная Поляна прошел фестиваль резьбы по снегу. «Снег – это детский материал в плане того, что он доступен любому человеку. Для этого сложный инструмент не нужен. Достаточно лопатой, терки, в которой морковь трут, небольшие ножички, ножики-стамески». Некоторые участники впервые попробовали себя в роли снежного скульптора. «Если честно, первый раз держу инструмент в руках. Научил ли, немножко показали. Вроде бы получается. Интересное занятие». Тему фестиваля «Морские сказки» подсказала близость Черного моря. До него отсюда меньше 40 километров. Теперь заснеженную площадку украшают фигуры русалки, морского конька, рыбы фугу и посейдона. Этот фестиваль снежных скульптур стал самым высокогорным и самым южным в России. Оба достижения зарегистрировала Книга рекордов России.